И хочу также назвать еще одну дату, которая нам предстоит. На следующий год, в 2023 году, Татарстанскому отделению Российского исторического общества исполнится ровно 10 лет с момента его создания. 1 ноября в императорском зале Казанского федерального университета состоялась публичная лекция председателя правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда «История Отечества» Константина Могилевского и члена президиума РИО, директора Института археологии Российской академии наук Николая Макарова. Ученые выступили перед преподавателями и студентами КФУ, а также перед активом отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан. Наши сограждане думали о том, как сделать родину и лучше, думали по-разному. И что же? Воевать теперь? Вот, мне кажется, один из главных уроков гражданской войны, когда мы о них думаем, он заключается в том, что нам нужно ответить самим себе на вопрос. Вот у нас есть враги внутри страны. Мы готовы своих соотечественников, каких-то, с той или иной точкой зрения, с теми или иными взглядами, назвать врагами. Также ученые приняли участие в церемонии открытия научно-исследовательских лабораторий Института международных отношений КФУ, КЛИО и Восточный разряд. После они поприветствовали участников первой всероссийской акции «Исторический диктант». В завершении вечера представители Российского исторического общества посетили музей истории Казанского университета, где ознакомились с историческими экспонатами и обменялись опытом с коллегами. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захитуглы, Хафиз Гараев, Никита Акиншин, Универньюс.